Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пимненко. Сегодня у нас в гостях, а программа у нас сегодня медицинская, Виталий Григорьевич Терлецкий, заведующий отделением травматологии и ортопедии МОЦОМТ Московского областного центра охраны материнства и детства, организации, врачи которой очень часто приходят к нам в гости. И вот Виталий Григорьевич сегодня премьера, да? Здравствуйте! Да, здравствуйте! То есть, наверное, проще заниматься непосредственно любимым делом, чем выступать по телевидению. Ну что делать? Это точно! Говорим мы сегодня не просто о травматологии, но говорим, прежде всего, естественно, о детской травматологии. Она как-то отличается, то есть, ну, прекрасно понимаем, что как взрослые люди мы всегда защищаем детей, внуков и так далее. Нам кажется, что они слабенькие и так далее. Но человеческие кости, они действительно, потому что ведь есть еще зрелые, да, травмы, которые, наверное, отличаются. Вообще, когда человек менее безопасен для травм, какой у него период, так, от 20 до 40, а все остальное время опасно? Ну, по факту, любой человек подвержен тому или иному виду травматизма. Есть просто определенные особенности, связанные именно с особенностями возрастными, да? Изначально травматология ортопедия – это специальность, на которую проходит обучение врач, который может закончить и педиатрический, и лечебный факультет. То есть, это универсальная ординатура. По факту, обладатель севтиката травматолога-ортопеда может лечить как детей, так и взрослых. Дети, с одной стороны, чуть, скажем так, менее подвержены более серьезным повреждениям, там, оскольченным переломам, да. За счет более органического состава костей, да, там больше все-таки мягкотканных пока еще структур, меньше минеральных, да, у них есть зоны роста, которые, к сожалению, могут также отделяться, отрываться, так называемые эпифизиолизы, то есть переломы по зоне роста. Есть переломы по типу зеленой веточки, когда полностью не нарушается наружный слой кости, да, но она при этом деформируется и ломается внутренняя структура. И, с одной стороны, детская травматология кажется немножечко легче за счет хороших адаптивных способностей ребенка именно к регенерации, да, к восстановлению. С другой стороны, она не менее разнообразная и не менее интересная. А если говорить о бортопедии, то врожденная аномалия развития, какие-то пороки, последствия травм, когда ребенок на фоне невысокого болевого синдрома может даже не обратить внимание на то, что у него случился перелом, родители по той или иной причине не увидели деформацию, которая стала нарастать, да, вот бороться с последствиями – это тоже очень интересно. Вот давайте, может быть, мы сейчас оттолкнемся от ортопедии или ортопедии, как мы тут пытаемся профессионально говорить, да, на медицинском языке. Вот есть такое детские, да, слова, там, сколиоз, например, или, значит, плоскостопие. Вот эти вещи, они по-прежнему остаются. Почему? Потому что во все времена школьников, да, заставляют сидеть ровно. Но мы видим, что начиная примерно, как только не заставляют, то и взрослые, и дети, ну, скажем, периода, там, с 15, когда уже можно, да, все немножечко начинают как-то склоняться и так далее. И у некоторых действительно растет горл. То есть есть ощущение, что этому вопросу меньше сейчас удивляется внимание. Именно правильной посадки, правильному хождению, потому что, насколько я помню из уроков, что вот мы же прямоходящие, и это как-то противоестественно для природы, мы вынуждены так ходить. То есть если бы мы были на четверых конечностях, было бы проще. С точки зрения именно прямохождения, да, многие мои коллеги любят ряд заболеваний, группы заболеваний, использовать такой термин, скажем, расплата за прямохождение. Вот. Действительно, с учетом того, что в ходе эволюции человек все-таки встал на нижней конечности, да, и, как правило, все-таки опирается на нижней конечности, есть ряд заболеваний, связанные именно с таким стереотипом походки. Но по факту сложно сказать, увеличилось ли количество самих заболеваний ортопедических, связанных с нарушением осанки или с неправильной постановкой стопы. Скорее мы стали меньше уделять внимание подрастающему поколению, стало чуть меньше дисциплины. Вообще в медицине, увы, ну, по крайней мере, на постсоветском пространстве, менталитет сложен таким образом, что мы хотим какую-то волшебную таблетку, чтобы все прошло. Да, рассосалось все. И с точки зрения лечения, к сожалению, многие пациенты, они адепты пассивных видов терапии. Ну, например, без обид физиотерапевтов, да, человек хочет прийти, получить какую-то процедуру там или ряд процедур, и ждет от этого какого-то хорошего результата, а самостоятельно не хочет что-то вкладывать. И тут уже, скажем, наоборот, ну, хвалы какие-то можно петь врачам лечебной физкультуры, которые как раз-таки пытаются воспитать в пациентах желание восстанавливаться. В этом плане, если мы берем спортивную медицину, как еще одно ответвление с травматологией ортопедии, вот там как раз-таки приверженность, комплоентность пациентов к лечению, у которых на кону спортивные результаты, быстрое возвращение в спорт, они очень привержены именно к активным видам реабилитации. То есть по факту ни один корректор осанки, ни одна ортопедическая стелька не исправит то, что задумано природой. Да, она создаст некие условия для того, чтобы можно было немножко скоррегировать, но не всегда полностью убрать. Но при этом это пассивный вид реабилитации. Мы протезируем функцию. И без работы над собственной мускулатурой, над постуральной мускулатурой, чтобы держать осанку, над мышцами, стабилизаторами нижних конечностей, чтобы удерживать стопы в правильном положении, которое задает стелька, не уйдет деформация, к сожалению. То есть нельзя взять, купить стельку там еще раз, или корректор осанки надеяться на то, что ребенок будет держать спину прямо или ходить правильно. ЛФК работает на собой. Паразин-ортопед оптичный, да, это еще не выход из ситуации. Это большой помощник, но, к сожалению, не панацея, увы. То есть это нужно заставить себя ходить прямо, ходить себя правильно, сидеть правильно. Ну, в общем, очень много таких аспектов. И последний вопрос из этой части. Вот я помню, что плоскостопие, такое слово, да, что даже в армию не брали, я прямо сейчас не знаю, берут или не берут, но это действительно такое серьезное нарушение, что, ну, у нас в свое время мерили с этими, раз в армию не берут, значит, что-то серьезное. Но сейчас перечень состояния заболеваний по понятным причинам немножечко меняется, да, под призыв могут попасть люди с различными патологиями, в том числе и ортопедическими. Почему, например, плоскостопие у такого внимания большое уделяется? Единственная точка опоры, с чего мы начали, да, с прямохождения, у нас это стопа. И вообще специальность ортопедии с греческой переводится как ортопедис, правильная стопа. И тут тоже есть две такие небольшие школы. Ну, скажем так, ортодонты, стоматологи скажут вам, что нарушение осанки, походки и вообще структуры организма связаны, например, с неправильным прикусом, что все начинается сверху вниз. Я как ортопед не смогу, ну, не смогу, наоборот, согласиться, да, поскольку при неправильной постановке стопы или при вариантной постановке, да, ну, сложно сказать, какая неправильная, потому что встречаются в природе все. И плосковальгусной деформации или гиперпронация – это очень частое отклонение постановки стопы. Она, к сожалению, сама по себе приводит не только к снижению амортизирующих функций стопы, но и к отклонению вектора нагрузки. При этом страдает не только сама стопа, но и все вышестоящие суставы, включая коленные, тазобедренные и позвоночник. То есть за счет того, что стопа стоит неправильно, мы не гасим нагрузку, которую испытываем не только при ходьбе, но и при беге, да, при прыжках, и, соответственно, получаем определенную ортопедическую патологию как следствие за счет накопления вот этой нагрузки. Хорошо. А как тогда, ну, ведь мы же, как говорим, природа, да, много ли, часто ли такие случаи сейчас происходят? И может природа подстроиться, или обязательно нужен врач уже, чтобы помогать на каком-то этапе? Ну, с учетом того, что все-таки цивилизации развиваются, да, мы же не ходим по улицам босиком, несмотря на то, что это естественно, да, но все-таки есть возможность исправить и отсрочить наступление вот тех самых расплат за прямохождение, да. Остеоартриты, группы заболеваний, которые раньше называли артрозы, да, коксартроз, гонартроз, по факту это изменение не только самого суставного хряща опять в ходе накопительной какой-то нагрузки, но и окружающих мягких тканей. И вот если все-таки сформировать правильный стереотип походки, правильно направить вектор нагрузки, минимизировать ударную нагрузку, то мы сможем отсрочить наступление, ну, грубо говоря, продлить свою активную молодость. Понятно, я вот всю нашу программу все стараюсь прямее и прямее быть после таких разговоров. Но вернемся все-таки к детскому травматизму, потому что мы находимся на том этапе, когда зима, да, тут самое что ни на есть спокойный взрослый, который все выполняет, может просто так упасть, да, подскользнуться. А что же говорить о ребенке, который ни секунду не может устоять на месте. С другой стороны, иногда смотришь, как они там с горки какой-нибудь скатываются, и ничего с ними не происходит. Кажется, что если бы я скатился сейчас, то я бы уже, наверное, и не собрали бы меня там. Поэтому то, о чем мы говорили, да, но тем не менее, какой сейчас детский травматизм вот в этот зимний период происходит? И кто в этом виноват прежде всего? Сами дети или взрослые тоже? Ну, все зависит, конечно, от возраста ребенка, да. Очень большой пул травм детей условно в плане описания обстоятельств травмы можно начать с фразы «оставшись без присмотра». А, вот это самое главное. Да, мы так или иначе все равно ответственны за своих детей, да, и касательно бытового, и уличного, и школьного травматизма. Но вот именно детки возраста, скажем, там, примерно до 6 лет действительно часто получают травму в тех обстоятельствах, когда если бы взрослый чуть более тщательно опекал в этот момент, могло бы ничего не произойти. В этом плане, например, у меня у самого две дочки, 4-х лет. Другие родители смеются над тем, как я гуляю с ними. То есть я, к сожалению, может быть, это результат профессиональной деформации, всю окружающую среду вижу как потенциально опасную. Не только для ребенка, но и для взрослого. Ну, грубо говоря, там, острый угол стола. Я могу представить, что у ребенка определенного роста может какой-то частью тела удариться. Да, и вот не зря в строительных гипермаркетах есть все вот эти защитные клейки, ленты, да, мягкие и прочее, прочее, чтобы создать безопасную среду вокруг ребенка. В плане зимнего травматизма детки-то как раз-таки, если говорить просто о поскальзывании, они умеют падать. Они умеют как-то расслабляться, группироваться и приземлиться. В том числе. У них не такая высококинетическая травма, они меньше весят. Действительно, это небольшая высота, с которой они падают. Взрослые все-таки страдают именно вот от таких нелепых травм, от поскальзываний в большей степени. Дети страдают, наверное, от каких-то активностей. Ну, катание на тюбингах в неорганизованных местах, когда там это не безопасная трасса, а какой-нибудь дремучий лес. Вылетел, ударился. В дерево влетел, да. Это уже будет касаться там, скорее всего, не только моих коллег, но и нейрохирургов, иногда абдоминальных хирургов. Да, то есть там и сочетанная травма может быть. Это достаточно серьезно. Вот все увлечения, которыми детки сейчас, скажем так, привержены, они так или иначе повышают термотизм. Ну, они же всегда были, их никто, как говорится, не ответит, к сожалению. Конечно, но раньше, скажем так, наверное, в меньшей степени следили за статистикой и именно социальной важностью данных травм. То есть сейчас, опять же, в связи с развитием и средств массовой информации все-таки освещение больше. Да, больше узнаем, да. Сейчас у нас мы движемся к первой паузе, во второй части продолжим. Но вот на сегодняшний день, если сравнивать, да, хотя бы с прошлым годом, я не прошу конкретную цифру, но мы видим, что травматизм зимний, да, вот новогодний, скажем так, он в традиционных каких-то рамках или его больше становится, или меньше? Потому что, наверное, же от погоды зависит. Потом огромное количество праздников, потом еще и студенты, они же тоже недалеко от детей, у них там каникулы, сейчас вот сессия закончится, будет у них евральский период каникулярный. Меняются цифры или примерно один? Плюс-минус остается в одних рамках, все зависит действительно от погодных условий. Если стоят крепкие морозы, то детки больше получают травмы в быту, когда они не могут выйти на улицу и пугли. Бесятся дома, в хорошем смысле слова, да? Да, да, да. Могут удариться. Причем получают достаточно серьезные повреждения, в том числе и в быту, хотя казалось бы, да. Мы сейчас об этом тоже поговорим. Напомню, что у нас в гостях Виталий Григорьевич Терлецкий, заведующий отделением травматологии и ортопедии Московского областного центра охраны материнства и детства, известный нам как Мацонт. Говорим о детском травматизме, но, видите, мы начали даже с таких глобальных вопросов. Вот, оказывается, когда мы были маленькими, нам, правда, было проще многое, хотя мы все время хотели быстрее повзрослеть. Но продолжим через некоторое время. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». У нас в гостях Виталий Григорьевич Терлецкий, заведующий отделением травматологии и ортопедии Московского областного центра охраны материнства и детства. Мацонт. Говорим о травматизме, о детском травматизме. Толкнулись мы вообще глобально от вообще травматизма как такового. Сравнили его в первой части детский и взрослый. Поговорили немножко о зимнем, но понятно, да, с чем он связан. Фигурное катание, лыжи, но прежде всего, наверное, горки всевозможные. Да и просто иногда, наверное, кто-то такие сугробы в этом году были, что видел, как часто дети прямо в этот сугроб, не задумываясь, как в речку. Сказали, что есть еще в быту. Это что за травматизм? Бытовой травматизм – это травмы, которые детки, ну и взрослые, естественно, получают в каких-то бытовых условиях. Это может быть дом, это может быть в гостях. Вот, как уже говорил, в крепкие морозы детки стараются сидеть дома, как-то себя развлекать. А развлекать нельзя, это просто спокойно сидя, хвосты движения. Ну, конечно. Опять же, они также могут оставаться без присмотра, и угрозу могут нести совершенно, казалось бы, безопасные предметы какие-то, да. Недавно у нас был очень интересный случай. Ну, в целом, вообще, за три недели января у нас прошло четыре пациента, которые получили травму в быту о разбитое стекло межкомнатной двери. Да. Один ребенок получил множественные колоты, резанные раны стопы, биселся и ногой угодил в это стекло, оно разбилось. Слава богу, там без всяких серьезных структурных повреждений. Двое детей с повреждениями артерии, и вот одна девочка с 7 лет, у нее еще и два крупных нерва повреждены были. Ну, там стечения обстоятельств такие, что ей очень повезло. Во-первых, папа у нее большой молодец, то, что не испугался вот этой всей картины, да, своевременно прижал артерию, остановил кровотечение, достаточно быстро прибыла бригада скорой медицинской помощи, доставил к нам. Ну, и у нас бригада сработала на ура. Сосуд мы под микроскопом ей восстановили, то есть сшили, сшили нервы. Конечность жизнеспособна, функциональна, но... То есть последний ребенок. Да. Ну, и конечность, соответственно, тоже. Предстает курс реабилитации, потому что, ну, два крупных нерва из трех на конечности повреждены, да, так называемая трофика, то есть питание мягких тканей, это не только артериальный кровоток, это еще и нервные импульсы. То есть у нее потенциально могут развиться нарушения двигательной функции. Естественно, у нее уже сейчас есть нарушение чувствительности в зоне иннервации этих двух нервов. Но спустя некоторое время повторно госпитализируем, мы будем реабилитировать. По крайней мере, да, спасли. А правильно понимаю, что это вот действительно надо стекло убирать? По крайней мере, во время маленького периода детского. Уже есть, скажем так, двоякая ситуация, лучше не имея представления о том, что происходит, инородные тела из раны не извлекать, поскольку, например, стекло, оно условно может... Я про другое говорю. Вообще из дома убирают. Конечно, конечно. Это опять же к вопросу о восстановлении, представлении о том, что ребенку все очень интересно, и есть предметы, мебели, просто интерьеры, которые могут потенциально быть опасными. И если мы говорим о травматизме самых маленьких деток, когда они начинают вертеться, крутиться, ни в коем случае нельзя отворачиваться, вставлять их на пеленальнике. Я огромное количество раз слышал от родителей пациентов, я отвернулся или отвернулась всего на секунду. Поверьте, детям, особенно маленьким, этого достаточно. Взрослые, как человек все-таки с высокими когнитивными интеллектуальными способностями, должны понимать, что маленький ребенок, ему интересно абсолютно все. Он будет тянуться за горячим, холодным, острым. И нужно наперед немножко продумать, что опасные химические вещества, будь то какая-нибудь уксусная эссенция, реческие средства... Особенно то, что нельзя, да, хочется даже. Безусловно. Оно же все еще в красивых бутылочках. То есть это все нужно убирать вне зоны доступа для ребенка. То есть бьющееся стекло, острые углы... Да, химические агенты, что-то горячее, да. То есть очень много детишек поступают с ожогами, когда ребенок только научился ходить, там, это возраст от 10 месяцев и старше. Родители еще не поняли, что вот он ходит, и он видит, что что-то красивое, кружечка какая-нибудь стоит, да, на поверхности стола, он дотягивается и себя кипяточком этим крутым... Да, ваши коллеги нам рассказывали тут такие истории тоже. Но вернемся в вот еще два таких главных момента. Во-первых, чуть позже поговорим о том, если вот то, что вы рассказывали, случилось, как правильно поступать в разных историях. Но прежде всего еще такой вот немаловажный момент. Опять же, возвращаемся к тому, что хочется верить в то, что природа все-таки предполагает, что ее создание, да, вот, или кем-то может быть ведомо, что вот бьется иногда, ну, мы все наверняка, и я тоже, и вы в детстве, когда на полсекунды где-то головой мы точно-то ударялись, это сто процентов. Но все-таки есть какие-то защитные функции, которые помогают, вот падает ребенок, бьется головой, и, ну, ничего такого свернула, там, сверхъестественное происходит. То есть мы хоть немножко в этом возрасте, в самом начале жизни немножко защищены, или все равно лучше следить? Скорее защищены, да, то есть, опять же, ребенку сильно сложнее получить более серьезную травму, да. Это связано все-таки именно с механизмами. Компактно, не такая кинетическая энергия, если мы не говорим, там, о падениях с высоты, да, через вот эти москитные сетки, или там дорожно-транспортное происшествие, где-то высоко кинетические травмы, где воздействие физических сил сильно превышает резервные способности организма, и когда структурные повреждения неизбежны. Тут уже большой разницы взрослый или ребенок нет. У ребенка больше адаптивных способностей выбраться из этого состояния, да. А вот именно в плане каких-то бытовых травм, да, детки более благодарны пациентам с точки зрения выздоровления. Они, скорее всего, не сильно будут там выполнять какие-то рекомендации врача, но организм создан так, что заживет. Заживет. Да, и в этом плане работа детского травматолога отчасти она чуточку легче, да, то есть мы воссоздаем условия для того, чтобы организм восстановился. С взрослыми там шаг лево, шаг вправо не получится. Вот эта великая фраза – не так срослось, да, будем разбивать. Что-то такое. Вот. Еще такой момент, все-таки, вот часто мы слышим, и молодой возраст, ну, опять же, это уже любой из нас может быть, да и бывало, наверное, это когда сотрясение мозга, такая фраза звучит. Может быть, это немножко не по-вашей, так сказать, но все равно. Это как-то остается с нами на всю жизнь. Вот там, условно, в 10 лет ребенок упал, и унес сотрясение мозга, ну, не сверхъестественно, но сотрясение. То есть это восстанавливается, или все-таки где-то через какое-то время, лет в 70, у него вдруг неожиданно то, что произошло в 10-летнем возрасте после падения, сыграло? Ну, у меня сейчас, может быть, на иерохирурге коллеги немножко поругают, да, что я шагнул чуть-чуть не в свою область, но само по себе сотрясение головного мозга – это временное и обратимое функциональное расстройство, чаще всего сопровождающееся кратковременным угнетением сознания, но функции головного мозга возвращаются полностью. Естественно, есть определенный кумулятивный эффект, когда человек получает неоднократно черепно-мозговую травму. Было даже очень интересное исследование у американских коллег, связанное с американским футболом. Как раз футболисты получали многократное столкновение головой, да, с соперником, и вот там действительно очень серьезный и именно структурный, не только функциональное нарушение. Да, и там, конечно, риски деменции, да, то есть слабоумие более раннего, чем это, например, задумано было бы природой с точки зрения функций нейронов, она наступала сильно раньше. Но вот тут мы еще в опасное место вступаем, потому что дети – это же спорт, это спортивные секции, они тоже есть разные. Есть танцы, где тоже, причем разные танцы, где наверняка присутствует элемент травматизма. А есть бокс, есть другие виды борьбы, есть, в конце концов, хоккей, тот же футбол простой. Это же все тоже травмоопаснее. Ну, безусловно, если сравнивать ребенка, который сидит, читает книгу дома или в библиотеке, или посещает какую-то спортивную секцию, конечно, у него кратно повысится риск травматизма. Но при этом у него будет правильно развиваться скелетная мускулатура, за исключением, там, ряда исключений. То есть движения. Скажем тогда, условные болячки характерны для определенных видов спорта, да? Но, тем не менее, это будет активный, хорошо развивающийся в физическом и в психическом смысле ребенок. И, скорее всего, у него не будет времени на всякие глупости, да, чтобы получить травму. Вот тут вас уже папа говорит по поводу глупостей. Ну, да, потому что ребенок, который занимается интересным видом спорта, его не потянет, там, я не знаю, на крышу запрошенного здания, да, с друзьями, покидать, не знаю, шарики с водой. Как у нас сейчас популяризировали в одном фильме разные такие способы другой жизни. Но, хорошо, вернемся еще к такому моменту, возвращаясь опять к глобальному. Человеческие кости мы же видим, ну, по скелету, да, есть даже целая специальность и поклонники таких вот скелетов еще из прошлого, которые следят, как это выстраивается, как это выглядело, тот же динозавр и так далее и тому подобное. То есть скелет нам дан все-таки во спасение, да, на нем держатся, собственно говоря, все наши органы, не будь скелета, ничего бы не было. Но, с другой стороны, мы видим, что он все равно хрупковатый какой-то. Помнится, говорилось, что кости наши как-то там в течение жизни много раз меняются. Вообще, скелет наш, он как-то улучшается, ухудшается, или он каким был, таким и остался. И мы должны, я имею в виду, не конкретно каждого человека, а вообще вот глобальное человечество. Или все-таки он понимает, что стали чаще падать, там, или хуже ходить стали, больше есть, жирнее стали. Меняются кости наши? Ну, сразу отвечу на вопрос. Именно и персонально, и глобально, с точки зрения эволюции. Персонально, пока мы с вами сидим, каждая кость нашего организма, испытывая нагрузку с определенным направлением, она меняется. Да, то есть тробекулы костные, структура костная выстраивается по линиям нагрузки. Часто привожу как раз-таки родителям пациентов пример, почему после снятия гипса на нижней конечности нельзя сразу давать полноценную нагрузку и вставать, да. Не было условного правильного направления осевой нагрузки при переломе, кости не перестраивались по шунту этой нагрузки, да, по этим силовым линиям, и, соответственно, есть риск перелома в другом месте или в том же самом месте за счет слабости кости, да. Космонавты, которые длительное время находятся на орбите и вообще не испытывают гравитационного воздействия, у них скелет перестраивается очень сильно. И их, как правило, по прибытии, по возвращению на Землю вносят на руках до тех пор, пока структура костной ткани не восстановится. С точки зрения эволюции, конечно же, определенные изменения там с первобытными людьми тоже есть. Опять же, болезни цивилизации, да, то есть чаще всего малоподвижный образ жизни, да, использование неких гаджетов, опять же, нарушение осанки, описанный относительно недавно. Вот это правда, что у нас вот этот палец начинает больше развиваться, ну, право шею. Ну, не то, что развиваться, но он претерпевает сильную нагрузку за счет смартфонов, применения планшетов, да, то есть как раз-таки вот следствие развития цивилизации. Так или иначе, глобально человечество испытывает нагрузки нетипичные там своим предшественникам. Но природа подстраивается, как бы? Безусловно, мы отличны по структуре, в том числе и костей от первобытных людей, у которых не было планшетов, да, то есть… Ну, вот давайте так, сравнение такое. У нас минуты остается, хотя интересный такой момент. Вот есть там условно кот, да, ну, наши самые близкие, и человек. У котов, скажем так, у кошачьих, у них, наверное, меньше изменений, чем у нас, вот в свете нашей жизни. Они же как ходили, так и ходят. Ну, если, конечно, они тоже не живут в бытовых условиях. Ну, с точки зрения одомашнивания вообще каких-то животных, да, которые тоже, к сожалению или к счастью, приобретают определенные видовые изменения, полезные нам или не очень полезные, да, случайно закрепившиеся в эволюции, конечно, человек более изменился, чем представители… Но в лучшую ли сторону? А вот это уже вопрос философский. Это вопрос философский, тут мы поставим точку. Я думаю, что мы еще пригласим Виталия Григорьевича, потому что, видите, говорили о многом. Ну и последнее, коротко. Как поступить в том случае, если произошла травма, вот самый вроде бы, знаете, как на руку упал ребенок, ну, вроде болит, там ничего поболит, перестанет. И до самых сложных, как срочно нужно, в общем, за что хвататься? Ну, во-первых, дети очень часто плачут не от боли, а от обиды, да, поэтому, если ребенок при вас упал, подойти, успокоить, может быть, как-то перевести в шутку, но если вы видите действительно признаки повреждения, да, отек, кровопотек или синяк, нарастающий особенно быстро, деформацию, там, нарушение чувствительности, двигательные функции, конечно, лучше обратиться за специализированной помощью. Лучше на вас как-то с негодованием посмотрит сотрудник травмпункта. Чего приехали, да? Да, с такой глупостью, но вы убедитесь, что с ребенком все хорошо, чем потом врачам придется бороться с какими-то последствиями, если вы не приедете, а там что-то более серьезное. Вот, но попасть-то можно? Очереди, наверное, зимой-то стоят. Да можно попасть, в принципе, почему? То есть у вас есть принцип срочного приема, отдаленного, ну, или как там, планового? Определенно, определенная сортировка есть, да, ну, во-первых, если это самообращение, обязательно выйдет медицинский сотрудник и оценит внешнее состояние ребенка, не требует ли он какого-то ургентного, то есть неотложного вмешательства. Если это сопровождение бригады скорой медицинской помощи, то там уже определенный входящий диагноз тоже будет, то есть человек с медицинским образованием первично ребенка обязательно посмотрит. То есть все отделение готово, все у вас есть, все необходимые? Ну, условно, 24 на 7. То есть даже самые сложные, как мы сегодня слышали, даже такие операции, которые, казалось бы, уже вопрос жизни и смерти иногда ставят. Мы не прощаемся, ждем вас еще, потому что впереди начинаются еще летние, потом будут периоды, когда тоже детям кажется, что тут еще добавятся речки, всякие водоемы и так далее. Заведующее отделение травматологии-ортопедии Московского областного центра охраны материнства и детства, в котором все есть 24 на 7. Виталий Григорьевич Серлецкий был гостем нашей программы. Внимательно следите за своими детьми в любом возрасте, от мала до велика, правильно? Ну и за собой не забывайте, потому что создавать абузу тем же детям тоже не хотелось бы. Всего вам доброго, здоровья. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!